Березовый цвет А потом уже будем В этой среде обитания Березовой Добирать остальные цветы Полностью, полностью Количество вещества, которое ты положишь на холст Должно быть таким Чтобы когда ты мастихином захочешь придавить Было бы что придавить Хорошо? Это будет хорошее количество вещества Мало красочки Мало То есть нужно красочку столько Чтобы Мочь придавить И более распределенно Укладываем Более распределенно То есть не вот так А как комбайн в поле Создаешь Распределенность краски И можно Немножко с краснотой К линии горизонта Над скалами Чуть-чуть вогнать Цветовое настроение Вот это И потом все-таки Придавить красочку Хорошо? Вот когда есть что давить Даже красочка формируется На краях Это значит мы на верном пути То есть количество краски мы заложили Хорошее Давай пока соверши вот это распределение Особенно наверху Сначала водичку наберешь Вода нарочито горизонтально Нарочито горизонтально Усадишь эту воду Так чтобы Резьба мазка Резьба вернее Вещества краски Создала идею Колебаний на воде Колебаний на воде Такое вот Множественное состояние колебаний Максимально горизонтально Чтобы это было видно Что это очень ровная среда Как стол Здесь придешь И создашь Сначала заниженные А потом поднимешь выше Идею этих Поднятостей Потом немножко мастихинчиком Порубишь Скалки На их Светлые проявления Там у них есть Световые проявления И тимилы Смотри уже Что-то формируется Ну и дальше Пойдем дальше Решение формируется Да? Значит Синькой Понарисуешь Весь передний план Так как будто бы У тебя и нет Другой краски Как если бы ты делала Черно-белый рисунок Предварительно Еще до того Как накрашивать Краску Да? То есть Вот все что темно На переднем плане Сделаешь темно-синим Все что светло Светлым Вот здесь Сажим Светло Можно Чуть-чуть Только припорошить А здесь Внятно темно Понаполнить Это темно Вот это Дерево Посадить Вот эти домики Чуть-чуть обозначить Светлые партии Можно В том числе Будет обустраивать Вот такими вырезаниями Вот такими Вот такими Оно То же самое здесь Чуть-чуть Вот такими вырезаниями Значит Тональный рисунок Только синий Дело в том Что вот на эту синьку Мы потом Довольно быстро И эффективно Нашвыряем Цветнилочек Но у нас будет В подкладке Вот этот Синий Как бы такой Тенистый цвет В солнечный день Он синий Поэтому Мы потом уже Будем брать Голубой Желтый И просто Мгновенно Закидаем Множество Которые лягут Сверху На синий И коричневый И красноты Все это Ляжет сверху На синий И будет Очень-очень Красивым И синька У нас Чуть-чуть Везде Останется Она создаст Вот это Состояние Дневной Солнечной Тени То есть От солнца Такая тень Поэтому Сначала Синьку Потом Всякие Всякие Цветики Но сначала Синьку Смотри Да Смотри Прямо Розовенькость Именно Вот этот Кадмий Красный Светлый Любит Раздавать Особенно В этих Итальянских Пейзажах Любит Раздавать Свет Подписывайтесь О Kathy Подписывайтесь within the Tudo И Girls Подписывайтесь Чуть усилим Синюшечка, да, с краснюшечкой Чуть усилим Вот эти проявления, вот эти Очерченность усилим Видишь, даже произвольный характер Дает достаточно симпатичные Мотивы Этот же красный Прекрасно взойдет сюда Сначала как пятно А потом Начнем разработку Пятна Домики имеют Теневые и световые места Вот Световое место Попавшее на свет И тоже Идея заслоненности Заслоненность Чем больше здесь будет заслоненности Тем больше будет эффект перспективы Ну и здесь тоже заслоняют Но здесь мало, да, ну а здесь вот они прямо Спрессованы, спрессованы И вот эти заслоненности Создают идею Перспективки Потом деликатно Кистью Дополнить Содержание Можно еще Крышу дать Сегментную И вот так тоже И По косой тоже Смотри Оно, да? Здесь уже все дома в тени То есть на свет вышел вот это Вот это озерцо В данном случае можно уже И с желтотой Положить И даже чуть-чуть Расчерпить На колонну То есть сначала Раздать Раздать Тональность А потом Поскольку у нас снизу синий Расчертить На рисунке Прикольно? Чем вот это вот Все вырисовывать кистью Которая сразу Густотой краски Начнет бомбить И начнутся проблемы Коричневый Голубой Будет вот такой Мощности Темнота Голубой Розовый Будет вот такой Мощности Темнота Есть там такая Темнота А заодно И сразу Корой Веточка мощная Какая-то От нее От нее Этот хворост Накидаем Мощность 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 Жестковатость Графика Которая Потом будет Дополнена Немножко Лепесточками Внятными Именно Графика Будет Дополнена И Все Образуется Так Желтый Закончился Глуховато Вот это пятно Должно Стать Глуховато Коричневый Розовый Коричневый Синий Вернее Розовый Синий Коричневый Глуховато Темное Пятно Есть Там что-то Такое Причем Как некий Каркас Собрано Довольно целый Синьку Которую Мы должны были Укладывать Она здесь Должна была быть Почти Чернявый Раз мы ее Не добрали Своевременно Сейчас Мы Догонимся Вот Такими Раштриховками То есть Видишь Я штрихую Штрихую Не укладываю Шпаклевкой А вот Так Чиркаю 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 Появляется Глухота Теневых Мест Именно Глухота Сверху Сверху На глухоту Приход Вот Этих Утоптанностей Которые Будут Несколько Различимее Чем Глухое Пространство Тряпку Взять Тряпку Таким углом Чтобы Она Справлялась С задачей Есть Такое Да Более Нарядно Можно Положить Нарядно Зеленый Ковер Сверху 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 Что касается Вот этого Пятна Сначала Его Почканем Вот этими Периферийными Цветиками А потом В это Пространство С Белильцами Заходим С Разобильцами Разбеленными Разновеликие Разновеликие Накладываем Кучки Такое Квадратикообразное А потом Эти кучки Раздавливаем По вертикали Чтоб Они залегли В плоскость Потом Если что Добавим Вот эти Порезы То есть можно еще Темнее сделать Подкладку Для того чтобы Эти порезы Были темными Хорошо То есть еще темнее Вот почти что Аж так Сейчас увидим Вместе Потом Взбиваю И потом если надо Дорезаю Да? Давай так Голубизну Идем Голубизну То есть, нарочито лежачие состояния должны было быть. Согласны, да? Как только оно легло, стало попонятнее. Часть камней более внятно освещена. Видел, я их давил не огольно, а деликатно. Видимо, ты много положила краски в подкладку, что краска из подкладки лезет наверх. Много, я имею ввиду, количественное. Потому что эта краска явно вылазит. Если бы ты ее раздавила, то она бы не лезла. Дорожкам красиво быть уползающими змейками. То есть, не штырем, а уползающей змейкой. Вот здесь-то голубого много оставила, а там все съела, где он должен был быть оставлен. А здесь-то он как раз и не нужен. Только чуть-чуть вот в этом месте. Мало того, когда мы предвидим, что нам там закопаться придется, можно уменьшать количество того, что придется вырисовывать. Взять передним планом с его зеленью и заслонить. У него еще освещено снизу чуть-чуть. Есть такой? Да. И чуть-чуть свет доносится сюда, вниз. И вот он уже, смотри, освещен гнятно. И теневое проявление его же. Это я не говорю сейчас о технике исполнения, говорю только о свете, тени, о таких вещах. У неопытных художников очень противный зеленый. Они, когда перед ними появляется задача зеленого, они только зелеными его и пишут. Смотри. Вот эти фиолетовые звучики, они же там есть, да? Хочется сразу задать вопрос этому неопытному художнику. А ты что, его не видела там, рыжее пятно? Ну там же зелень, это же святое дело. Зеленый – это святое. Так вот, в зелени, чем больше мы понатычим, зелень вспыхивает в своей зелености. И тогда она зелень. Но там земля, там коричневый, там чего только не понапихано. И новичок об этом не знает. Поэтому, чтобы не быть новичком, теперь ты в этой зелени будешь видеть все, что угодно. В том числе и грозно-темные проявления земли, красноту проявления земли. А вот на этом всем загораются макушки, освещенных солнцем. Тогда все хорошо. Значит, в этом месте тебе следует на выбритое состояние густой краской, деликатно намешать нужный цвет и заложить морем. Там чуть-чуть заложить розовым, чтобы потом перекрыть это так, чтобы была прозрачность. Хорошо? Да. Давайте я, наверное, поеду. МАДЕЛЬКИ Вот их соседство. Идеально. Ага, ага. До свидания. Ага, счастливенько. Вот их соседство, посмотри. Согласна? А тут еще, еще по наряднее. Нарядно, нарядно. Если там я укладывал вертикально, смотри, здесь я сейчас укладываю горизонтально, прикольно. То есть там вертикально, здесь горизонтально. Плюс там еще эти краснотики-розавотики, которые сразу дадут. Тряпкой стоит научиться, прямо освоить красивые тыканье. Но для того, чтобы красиво тыкать, там должна быть покладка красивая. То есть не зеленый на зеленом.